Продолжаем нашу запись. Значит, ребят, смотрите. Вообще, вернусь немножко назад, когда, если вы будете устанавливать интернет и не установите, то потом следующий шаг вам предлагает просканировать другие диски, грубо говоря, флешки или диски. Если у вас их нет, ставите нет. Но у меня, допустим, было выдало ошибку. При установке был не найден файл. Это, как правило, у всех, когда не найден интернет, такой файл. Я дам эту инструкцию. То есть, когда установите систему, эту программу установите. Грубо говоря, микропрограммы не было для установки интернета. Не определена, написала сетевая карта. Все это потом вы сделаете, потом, после установки системы. Пока ставим нет и нажимаем продолжить. Зеркла архива может пользоваться дополнительной, включенной, также новые версии. Если у вас подключился нормальный интернет, вы можете нажать «Да» и скачать то, что необходимо из интернета. То есть, тогда проблем не будет вообще никаких. Если подключился сразу интернет, там по Wi-Fi или каким-то другим образом. Мне сейчас это не надо. Выполняется установка «Апт». Теперь идет следующий этап. Выбор и установка программного обеспечения, грубо говоря, рабочего окружения, рабочего стола, морды. Он спрашивает, отправлять ли статистику. Здесь уже вы выбираете сами. Надо вам или нет. Обратите внимание, вот это важный шаг. В любом случае, окружение Debian он установит. Далее, я все-таки рекомендую вот ребятам, затратьте вы несколько дней, установите виртуальную машину, выбирайте рабочий стол. У меня установлен сейчас Gnome, да. Но ведь вы можете выбрать KFSE, мышь, KDE. То есть, поработайте. По сути дела, при установке сделайте побольше места, да. И поработайте со всеми, со всеми рабочими столами, чтобы выбрать. В итоге потом вы установите один. То есть, а все остальные столы, рабочие столы, рабочее окружение, которое вы будете выбирать, при входе в систему вы сможете выбирать, входить по тем или иным, да. Но, в конце концов, когда определить, устанавливать какое-то одно. Мы сейчас установим Gnome. Сервер печати пусть будет. Веб-сервер нам не надо сейчас. С SN-сервер нам не надо будет программы. Стандартные системные утилиты. Все верно. Достаточно. Продолжить. Все. Пошла установка выбранного программного обеспечения. Следующий, последний шаг. Установка загрузчика Грут. Если у вас единственная система, то устанавливать системный загрузчик на главную загрузочную запись. Ребят, если у вас есть винда, допустим, вы еще не отошли, то на сайте Kotlin в быстром старте здесь я показал некоторые фрагменты, чтобы не заглубить винду, да. Где-то. Если у вас винда, как начать работать с Linux, установить Linux, не создавая помех для винда. Там Ubuntu, по-моему, я оставил, показал. Так. Я себе сохраню это, чтобы потом вам дать. Да. Нажимаем продолжить. Вот это у нас основной диск. Получается, выбираем, нажимаем продолжить. Устанавливаем системный загрузчик. Завершение программы установки. Установка завершена. Пришло время перезагрузить. Продолжить. Все. Вот меню загрузки Debian. Сейчас я уже перейду потом на свою систему. Расскажу, как коротко, как сделать, чтобы у вас она выглядела так, как выглядит сейчас моя. Это удобно. Кто-то может себе подберет что-то другое. Вот наш Debian. Обратите внимание, когда вы установите несколько виртуальных столов, у вас здесь можно будет выбирать. Мы выбираем сейчас Gnome. пока будете тренироваться. И нажимаем войти. Происходит вход в систему. Наш Debian установился. Ничего сложного, ребят, нет. Вот он так выглядит. Но мне он сразу был, говорю, неудобен. Да? Теперь я перейду на свою систему уже и покажу, что она сделала, чтобы она выглядела Gnome таким образом, как я показал.